да диван когда уже на свидание идешь в субботу ребят в субботу тем смысле с кем давай в другой день я не могу в субботу знаете зачем ты спалила я думал сюрприз да блин черт ребята с мэри я иду на свидание с мэри к мэри малышка 1 который познакомились со строго на стриме мэри джейн да я буду в роли питера парке так спасибо за два биться ребят спасибо так все у нас на роли кого глядь еще трансляцию насти а был забыл слышу роли кого ты будешь еще раз напомню питера паркера так сейчас я еще надо музыку выключить что ребята готовы мы отправляемся в удивительный мир надеюсь я сегодня потрахуешь наконец-то обреченный человек который знает что ему уже не спастись но все равно борется с неизбежным судьбой я с трудом закрыл за собой тяжелую металлическую дверь не знаю насколько глубоко это бомби убежище способны ли она выдержать ядерный взрыв но сейчас нам на больше нет спасти она крепко сжала мою руку не бойся сказал семён потолка сыплась штукатурка стены тряслись я приготовился к худшему хотя смерть это такая вещь с которой никогда нельзя быть готовым но вдруг наступила полная тишина которая словно зазвенела в ушах пугай еще больше чем взрывы помпу пора прощаться наверное она всхлипывала я хотел ее хоть как-то утешить но понимал что ничего сделать не могу семён сказал да знаешь я ужасный грохот барабанные перепонки словно разорвались передай ей что она красивая люблю ее спасибо за 20 тебе видимо нас кажется мне придавило рухнувшим потолком но боли я не почувствовал мне лишь хотелось не отпускать ее руку какой день ребят 5 6 уже сейчас будет хотя чуть не помню что мы здесь а вот я проснулся в холодном поту задыхаясь жадно ловя ртом воздух себя прийти удалось не сразу это сон всего лишь сон однако в это оказался верить мой вас отказывался верить мой воспаленный мозг ну что это за девочка была со мной там так хотелось не отпускать ее руку к сожалению вспомнить кто она так и не получилось часы показывали начало 11 я постепен что за звук как будто живот урчит я постепенно отходил ото сна и реальности увереннее заявляла свои права на мое сознание в животе предательски заурчала война войной обед по расписанию ольги дмитрины домики не оказалось видимо она решила не будить меня что ж спасибо вожатый за это после вчерашних приключений отдых был мне необходим прошедшая ночь осталась лишь размытым воспоминанием думать о котором не очень-то и хотелось куда важнее сейчас найти еду и помыться точно ведь пионер должен быть всегда чистый опрятен впрочем с этим тезисом я бы согласился и не будучи пионером которым я вообще-то и не являлся часа по и блядь все по дороге по дороге к умывальника мне встретился электроник он замахал руками побежал в мою сторону доброе утро спасибо тебе что нашел шурика без него я бы даже не знаю да ничего не за что я несколько смутился не правда не нужно лишней скромности страна должна знать своих героев а как шурик как он с утра себя вел не все в порядке памятуя его вчерашнем помешательстве я посчитал этот вопрос вполне уместным да вполне разве что он ничего не помнит во как я совсем не удивился но он говорит что вчера пошел старый лагерь а потом проснулся утром своей кровати то есть между этими событиями провал понятно ладно тогда тебя же на завтраке не было заходи к нам в кружок мы тебя накормим у меня кое-что есть особенное электроник заговорческий улыбнил спасибо зайду наверное блин он мне кажется ли он меня хочет по моему да что-то там замутить он хочет чтобы ты стал его членом клуба ясно сначала все равно нужно было помыться ну ждем он помахал мне рукой направился по своим делам возле умывальников никого не было вода сегодня оказалась на удивление теплый наверное нагрелась уже умыв лицо я понял что остальное тело ополоснуть здесь будет не так то и просто может быть стоило пойти в душевую впрочем если рядом никого нет я вывернул кран так что строя воды била под прямым углом и начал раздеваться а если кто-то увидит ладно быстренько ополоснусь вытрусь и оденусь вода которая казалась нормальной для рук и лица холодом обжигала остальное тело процесс купания занял у меня не более 10 секунд после чего я начал энергично вытираться но закончить мне так и не удалось со стороны тропинки послышались голоса решение пришло в долю секунды я схватил свои вещи и бросился в кусты сезновение возле умывальников появились алиса и ульяна да 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 я просто не смотрелась на меня ну куда же еще сама помогла зачем ты меня сюда притащила ну что тебе жалко ладно давай я присмотрелся и заметил что они обе все перепачканы красной краской а вот так номер но и откуда алиса включила воду и начала растирать спину ульяны сними лифте посмотреть а если кто а есть на что смотреть усмехнулась она ладно только ты быстрее а сейчас точно ничего не будет к сожалению смотрите правда было особо не на что но даже при этом я пристально уставился на девочек жаль что они обе стояли ко мне спиной через минуту алисе удалось смыть всю краску все бляж спасибо чего марк тут за порнуха понимал весь мог где это все видно не за что лениво ответила алиса слушай дай мне померить она показала на лифчик алисы да он тебе не пойдет ну интересно же да и тут тут нет никого правда ульяна посмотрела в мою сторону и лукаво улыбнулась я был абсолютно уверен что они могла меня заметить в этих кустах но да хватит глупости пулянка не стала дослушаться вместо этого ловким движением сорвалась алиса лифчик вот теперь надо признаться было на что посмотреть я затою дыхание наблюдал как две девочки гоняются друг за другом вокруг умывальников алиса закрыла грудь руками так что рассмотреть что-то было проблематично я подался вперед и споткнувшийся камень вывалился из кустов ой долбоёб алиса и ульяна застыли как опаны уставились на меня я же с виноватым видом старался прикрыть свою ноготу немая сцена продолжалась несколько секунд затем алис схватила рубашку мгновение она кое-как напялила ее на секунду ее лицо из красного стало фиолетовым казалось что она сейчас взорвется как ядерная бомба единственное что мне хотелось тогда это распасться на атомы улететь подальше от эпицентра он все время там сидел значит все же заметила ты а я да я случайно если ты понимаешь о чем я диман долбоёб активировал игру не активировал игру полностью чел ты долбоёб у меня стрим идет если бы я был не на стриме я бы тут уже давно активировал все возможные функции в игре не только и не только алиса бросилась на меня я же прикрывая одной рукой зад а другой держа свою одежду бросился в лес тогда мне пока тогда мне это показалось лучшим решением но появляться же не появляется же голым днем посреди лагеря да еще с эскортом из двух визжащих девочек бежал я не оглядывая спустя несколько минут остановился чтоб отдышаться погони похоже не было значит мне все же удалось спасти спасибо за биц однако ценой этому стали и сколотые и сцарапанные в кровь ноги надеть ботинки времени не нашлось я сел на пенек и вздохнул через некоторое время уже одеты я выбрался из леса нужно решить что же делать дальше ноги болят значит мне прямая дорога в медпункт но с другой стороны живот тоже ждать не намерен может быть стоит воспользоваться приглашением электроника или пойти в столовую вдруг что-нибудь осталось ну вот я хочу в медпункт зайти заглянуть мне сказали сегодня что можно типа ну как как бы сказать короче в медпункте медсестра может миньку сделать нет нет я всегда довольно трепетно относился к своему здоровью хотя бы те моменты когда что-нибудь начинало сильно болеть поэтому не раздумывая направился в медпункт однако перед дверью меня словно остановила какая-то невидимая сила совершенно не хотелось лишний раз общаться с местными сестрой в смысле не хотелось но с другой стороны вчера я совершил практически подвиг обороняю медпункта что она была бы мне в какой-то степени обязана я собрался с духом открыл дверь привет пионер и хуя миссис равна что и говорю ты извини что я вчера так долго да ничего а ты что пришел заболел не как она хитро улыбнулась да я тут ступни немного немного что ступни глупо ответил я ну показываю фут ветер пошел я сел на кушетку и снял ботинки где же ты это так произошедший около умывальников лучше было держать секрете да я ладно неважно сейчас она про порылась ящики вытащила пузырек из которого достала большую красную таблетку с крестовой прорезью а это зачем мне несколько смутили размеры таблетки и странная форма обычно ломают пополам они на четыре части а это чтоб тебе потом ноги не пришлось отрезать куда пионер сейчас выпиши все пройдет почему это таблетка такая это для больных которые отказываются принимать лекарства перорально закручиваем их шуруповертом куда именно их закручивать спросить я не решился потерпи немного она достала большой пакет с ватой обмотала ей палочку и всю эту конструкцию обильно намазала йодом я приготовил с акадским муком негромко застанал я однако в этот метод дезинфекции меня верилось куда больше чем непонятную таблетку поэтому пришлось стойко вытерпеть жжение вот и все я обулся и попробовал пройтись ступни все еще ныли но острая боль прошла спасибо вам не за что заходи в любое время пионер фига она там нормально так слышите и палочек полверсию смотреть я попрощался и вышел из метунта проблема со здоровьем была решена теперь самое время и поесть день только начался мне уже стало а мне уже столько всего пришлось пережить но я выстрел и теперь имею законное право на ест до отвала сегодня я пришел не позже всех так что смог занять свободный столик на обед давали гороховый суп и рыбу с картофельным пюре это меня сильно разочаровала так как я рыбу не ел ни в каком виде а значит и калорий мой организм получил меньше чем обычно вскоре к моему столику подошли славя и лена можно она мило улыбнулась а да конечно я встал и выдвинул стол для нее прошу мое настроение в тот момент было лучше некуда приятного аппетита лена вообще вот она меня бесит если честно пускай зачем у нас приходит с нормальными девчонками сказав это ли я на некоторое время пристально смотрел на меня но потом видимо поняла что выглядит несколько странно и уткнул свою тарелку и тебе семен есть какие-нибудь планы на день нет искренне ответил я планов действительно никаких не было разве что поиск ответов но это скорее глобальная задача тогда не хочешь с нами прокатиться на лодке до острова остров кажется я видел его с пристани а зачем ольга дмитриевна попросила земляники собрать там ее много она такая вкусная выражение со славе можно было представить вкус этой земляники даже не пробуя земляника а зачем не знаю но по моему идея отличная по моему тоже тем более на острове я еще не был да пожалуй сюда через 10 минут мы уже стояли на пристани а вот лодка подождите за веслами скажу я остался наедине отискать и скачал я на ютубе смотрю сиськи но это не это не хентай мод ну там это можно стриме показывать нет конечно были старый тупой 0 альки там есть специальный мото создатель для полного активирования игры где нет голых сцен все пределах нормы это для того чтобы не смотреть на черный экран что за бред почему мне пишут лену выбирать я остался наедине с леной а ты землянику любишь не то чтобы очень но она вкусная полена улыбнулась ясно я не знал что сказать дальше как поддержать разговор если бы славе не вернулась мы бы наверное так и сидели молча до самого вечера вот она протянула мне два увесистых весла ага да да мы забрались в лодку я отвязал ее оттолкнул от берега и кое-как начал грести а куда именно плыть вон туда она показала пальцем сторону острова чем у них вид как будто им токен прилетел остров ближний интересно какой капитан его так назвал остров то действительно близко к берегу вас понял если бы заранее знать что меня ждет впереди крутым гребцом меня не назвать более того я и на лодке плавал до этого всего раз или два в жизни на острову было всего метров 500 но весь путь благодаря моим стараниям мы зашли мы шли зигзагами примерно на середине реки заболея руки заболели так сильно что я бросил весла чтоб передохнуть а что земляника больше нигде не растет я имею виду места более доступные но она там самая вкусная удивленно посмотрела на меня славя тебе наверное тяжело одному грести вот лена сразу поняла в чем дело да нет нормально все-таки нельзя же допустить чтобы не помогала хрупкая девчушка остальная часть пути я думал только о том как бы выжить как бы живем добраться до острова славя с ли на чем-то говорили на их не слушал просто не было сил наконец мы приплыли совершенно обессиленно я выбрался на берег и посмотрел на лодочную станцию она оказалась так далеко что я ощутил себя первым человеком на луне который наблюдают восход земли держи славя притянула мне корзинку остров был небольшим метров сто в длину не более он скорее напоминал березовую рощу ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность под ногами растила спокойное зеленое море ветерок лишь изредка вызывал волны на поверхности этот островок казался просто кирайским местом не увидительно что именно здесь растет самая вкусная земляника нам надо бы разделиться так быстрее управимся да наверное но корзинки то 2 пробка заметила лена да точно это я не доглядела и как мы разделимся блин и чё делать как чё делать тебе не нравится лена сославите ну для почему чат пишет лена лена они пишут что лена даст мне но я не видела еще прохождение чтоб с лены шли да ну я я просто читала смотрела но ребят типа есть смотрите понятно что все идут со слави это фейк типа нас вряд ли даст ну сто процентов она типа не даст она такая вертихвостка но не найти не будет легкой доступности короче с леной пойду похуй давай я пойду с тобой леночек давай вот и славу видите и вообще похуй она даже не расстроилась твоя взяла вторую корзинку и пошла в дальнюю часть острова ну что что пойдем ага лена улыбнулась только собирая внимательно не пропускай ни одной ягодки и ты тоже это очень жатва началась земляника здесь действительно было вкусно я бы наверное съел ее всю если бы вовремя не остановился ягоды размером с клубнику ярко-красного цвета да мы точно не зря сюда прибыли я нашла совсем рядом так как корзинка у нас была всего одна я чувствовал себя грибни гном заглядывая под каждый кустик и внимательно роясь в траве у тебя как-то лучше получается а да я их не считаю если честно нет правда корзинка была уже наполовину заполнена а ты наверное любишь природу до яркий луч солнца пробивающий сквозь кроны деревьев ослепил меня на секунду я опустился на землю прислонился к дереву красиво же здесь лена села рядом чубай спасибо за боже давай смай да какой черный экран чел там сиськи нельзя показывать еще раз ты объясняю даже папич минус тайкью додумался все of иди в кс уехал папич смотрел сиськами ну да ну там не сосков ничего такого да там был арт где типа как шарики нарисована но это тогда фигня не то близко настолько что и локоть касался моего чего моего да мы просто сидели время кажется остановилась ветерок несколько нежно колыхал листья на деревьях в траве лениво прыгали букашки а вдалеке на воде резвились солнечные зайчушки а это где у него рука или это ее рука а это его моё я думал охренеть лена опустила голову мне на плечо сначала это немного меня удивило но потом прислушившись к ее размерам дыхания я подумал что так и надо видимо размалил и она решила вздремнуть несколько минут я просто сидела ни о чем не думал но потом в голове со сверхзаковой скоростью начали сказка скакать мысль спасибо за 100 да спасибо глядь насти марку привет привет вам от чего народа ровно лена лена рядом спит тепло нежность чувство я посмотрел на нее на лице девушки был такой спокойно умиротворено выражение что казалось она сейчас где-то не здесь где-то в лучшем мире не знаю чтобы случилось следующую секунду если бы я не услышал голос слави семян лена я несколько раз резко тряхнул головой в разные стороны чтобы прийти в себя лена начала просыпаться бля все испортила славянка глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на меня что снилось а поняв что задремал у меня на плече ли она покраснела извини да ничего к нам подошла славя елена поспешила встать и как улов я грустно вздохнул что-то не густо а я аист ее корзинки земляника так вываливалась ладно нам этого хватит пора возвращаться я взял корзинку и мы направились назад к лодке обратно мы доплыли быстрее потому что я постарался к сконцентрироваться на гребли не не отвлекаться на другое хотелось я что-то заикаюсь хотелось лишь вернуться на пристань живым первым заплыв на прошли прошел бесследно и в этот раз руки начали болеть уже после нескольких взмахов веслами пришвартовав лодку и обессиленно рухнул на землю славя и лена склонились надо мной если тебе было так тяжело то сказал бы да да не ничего сейчас полежу и все пройдет ладно тогда отнеси корзинки пожалуйста ольги дмитриевне а то у нас еще дела есть да конечно сейчас я был готов согласиться на что угодно лишь бы не вставать славя поставила корзинки полные земляники рядом со мной и весело о чем-то болтая с леной направилась в сторону площади самое тяжелое сделано так я думал так я думал пока не встал и не взял корзинки после спортивной гребли они оказались мешками с цементом хотя вряд ли весили больше пары килограмм каждая из-за этого путь до домика вожатый занял у меня куда больше обычного приходилось останавливаться через каждые 50 метров чтобы отдохнуть когда я все же дошел то поставил корзинки на землю а сам с трудом опустился в шезлонг ольга дмитриевна ольга дмитриевна я вам гостинцы принес ответа не последовало я с трудом поднялся зашел в домик внутри никого не было не хотите как хотите я улегся в шезлонг и задремал ого такое мне приснился странный сон про земляничные гонки я был на лодке греб изо всех сил чтобы спастись от огромных ягод которые гнались за мной руки уже отказывали глаза заливал под так что ничего не было видно кровь стучала висках на земляники все приближались они сказать они скалили на меня свои хищные пасти скалили но постойте пасти у земляники семён семён я проснулся передо мной стояла ольга дмитриевна и трясла меня за плечи я смотрю урожай вы собрали неплохой не так ли но я старался да я старался понятно но это еще не все действительно а что я уж как-то размечтался хотел спокойно полежать ты же знаешь зачем это земляника не имею ни малейшего понятия признался я честно будем из нее делать торт ясно что же весьма логично в честь чудесного спасения шурика ведь это все благодаря тебе было понятно что земляника дело не ограничится и почему скажете на милость если я такой герой то праздник в честь себя должен организовывать сам ну наверное так вот у меня для тебя есть ответственное задание там сисик нема все закрыто нет сосков тем более это картинки быть на школьницу нормальном виде посмотришь это мил а то на мил своих дрочишь ой чубайс уехал для торта не хватает еще дрожжей муки и сахара все это надо принести в столовую до ужина а те кто торт будут печь не могут как-то сами жалостливо поинтересовался я конечно нет они все заняты а без дела нас лагеря слоняешься только ты хоть в ее словах и была изрядная доля правды сейчас мне от этого никак не становилось легче более того они послужили контрольным выстрелом и так запоминай дрожжи возьмешь медпункте муку библиотеке сахара здание кружков подождите а мне некогда я спешу удачи тебе она хитро улыбнулась и ушла конечно в этом лагере много странного но дрожжи в медпункте окей это я понять могу но мука библиотеке типа что сахар типа что нет это уже выходит за рамки разумного типа лол я смачно плюнул себе под ноги не хочу не желаю в это вере скажите скажите же что вы меня разыгрываете если бы сейчас передо мной появился толпа зеленых жирных троллей каждый из которых считал себя обязанным вдоволь посмеяться надо мной я бы и не удивился может быть ну его этот торт некоторое время я обдумывал как поступить нет если такая масштабная задумка ольги дмитриевны сорвется то мне влете так что мало не покажется и усложнится все и поиски ответов которым я уже давно не занимаюсь и просто моя обычная жизнь в лагере похоже придется все же так ну чё я по как этапа уже сложившейся традиции иду в медпункт мне начинает казаться что последняя слишком часто бывают медпункте ну так ё-моё что ж ничего не поделаешь так складываются обстоятельства я вздохнул и постучался войдите несколько нараспев ответила медсестра здравствуйте меня ульга дмитрина прислала за я несколько замялся дрожжами а да конечно она широко улыбнулась только у меня их нет пионер как так она сказала что ну раньше были до кончились я даже не стал спрашивать зачем они вообще понадобились медсестре впрочем ты не расстраивайся могу предложить тебе аспирин например может быть он мне не помешал бы где же мне тогда их достать я вздохнул а вот она открыла ящик и достала какую-то бутылку я присмотрелся пиво останкинское сюда а а что такого пиво тоже продал упражнение она пристально посмотрела на меня никто и не заметить да в ее словах была логика но все происходящее казалось не настолько гротесным что я еще не нашел что ответить а вы уверены абсолютно ну ладно в карман шорт бутылка явно не влезала спасибо не уверенно промянул я и вышел из медпункта нет пиво наверняка может может заменить дрожжи даже моих скудных знаний по химии биологии хватит чтобы поверить в это но инст насти есть да в чате вообще ходить с бутылкой в руках мне сразу показалась не лучшая идея поэтому я решил отнести ее в доме к дмитриевны и спрятать там ну и до него надо было добраться так чтобы пиво не заметили я засунул бутылку под рубашку все бы и хорошо но на площади меня кликнула славя точнее она вынырнула у меня из-за спины так неожиданно что я даже вздрогнул как продвигается что поиски ингредиентов а ты уже знаешь да славе улыбнулась нормально стараясь не выдавать свое волнение ответил я а что у тебя там она показала на выпячивающиеся под рубашки бутылку а это кажется попал да так ничего особенного я глупо захихикал мне пора нас ебался славе площадь я покинул почти бегом оставив славу в недоумении хорошо что они из тех людей которые будут задавать лишние вопросы но есть в этом лагере те кого хлебами корми дай засунуть в нос чужие дела проходя мимо домиков пионеров я столкнулся с ульяной что прячешь она хитро посмотрела на меня я решил что от пираться нет смысла и поэтому вызывающий ответил они твое дело шифровку штаб несу большая шифровка бутылку я держал на уровне пояса поэтому несколько смутился может тебе помочь сам справлюсь я уверен обошел ульяну продолжил путь мы удивлен ничего не сказала не стала преследовать меня ольга дмитриевна в домике не было так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать выйдя на улицу и облегченно вздохнул действительно никогда бы не подумал что буду так переживать из-за одной бутылки пива словно вернулся в старшие классы школы хорошо что сейчас безопасности а если даже и найдут что не мое опыт придумывания оправданий у меня был большой так дальше в библиотеку идем если все остальные пункты списке продуктов для торта пусть как-то укладываясь голове то мука библиотеке вообще нет я должен было не скучно на я долго думал кому и зачем она могла там понадобится но ни одного сколько нибудь толкового объяснения на ум не не приходила тут леночка же да сейчас будет учитывая суровый характер а женя блять женя душно еще та на мой лучше сначала постучаться войдите так ты читаешь открыто женя внимательно посмотрела на меня из-под очков чего тебе ты не подумай ничего мне бы я не хотел выглядеть идиотом поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию мне мука нужно ольга дмитрина сказал что она здесь есть я понимаю что странно держать муку в библиотеке но меня к тебе послали а нужна она для торта отметить спасение шурика да есть не мука что такого удивленно ответила женя в ту секунду мне показалось что я получил тяжелый гири по голове и перестал что либо вы понимать мука библиотеки действительно что здесь такого мы же зазеркали я алиса сейчас съем волшебный гриб и отправлюсь домой а да я замечтался подожди здесь сейчас принесу она скрылась за книжными шкафами а я скрестил руки на груди принялся ждать через пару секунд послышался звук скрипящих петель можете помочь крикнул я сама справлюсь буртнула буртнула женя в ответ она в погребе так что придется недолго подождать хорошо хорошо прошло уже несколько минут и женя так и не возвращалась я уже начал волноваться как вдруг дверь в дверь библиотеки открылась и вошла алиса похоже она так и не одела лифть ой она и не ожидала здесь увидеть а ты что-то делаешь а что нельзя грубо ответил я алиса немного опешила да мне какое дело у вас там алиса хватит это у меня алиса была мучилась пыркнула на и направил стал уже не а ты зачем сама пришла алиса пристально посмотрела на меня оценивающим взглядом затем открыл рот собираешь что-то сказать но вдруг захватилась и отвернулась прячу что-то за спиной книгу отдать сказал я первое что пришло в голову этом вопрос был не твою дело не очень уверенно ответила она а что за книга алиса промолчала ну дай посмотреть интересно ведь что читает мисс не не вылезай убьет и твою дело в ее голосе было еще меньше уверенности ладно ладно я не настаиваю хотя на самом деле мне очень интересно что же такое читает алиса более того я вообще удивился увидев не в ее руках книгу телевизор кино компьютер если бы он был здесь вот все казалось более подходящими развлечениями для девочки вроде нее а тут книга попытаться выхватить книгу все же любопытство взял оверх я воспользуюсь тем что алиса не смотрит на меня и тихо подкравшись аккуратно выхватил книгу ай взгвизгнула она следующую секунду лицо приняло такое выражение что я уже начал сомневаться в правильности своего решения раз скоро умирать то хотя посмотрю ради чего в руках у меня была унесенные ветром даже книга что вечером на скамеечке читала лена от удивления даже забыла неминуемой смерти интересно да покраснев нехотя ответила алиса ладно тогда я протянула и книгу алиса бросил ее на стол и быстро несмотря на меня вышла из библиотеки съебалась начнение что человеческое не чуждо в конце концов она тоже девочка быстро проанализировав произошедшее я заключил что ничего такого странного и не случилось наконец-то библиотека огласилась громогласным стоном жене спасибо за 100 заметил что ты какие посты трахни алису или что что как я какие еще посты были рак не уже кого-нибудь что еще было мы стараемся придумываем их тратим своего дагаза на время а ты игноришь посоветов могу теов с позором или уехал он он лет и волки то что давай уехал 4 так все поехали наконец библиотека огласилась громогласным стоном же не забирай я обошел шкафы с книгами увидел вспотевшую библиотеку сидевшую рядом с люком в погребе рядом с ней небольшой мешок может быть у них тут что-то типа склада спасибо я взял мешок и вышел из библиотеки слава богу что она оказалась не очень тяжелым и до домика ольги дмитриевна его донес без особых усилий так теперь в общей кружочки мы идем казалось что сегодня мне пришлось пережить столько же сколько за все предыдущие дни так что подходя к зданию кружков и я думать забыл о том что искать здесь сахар вообще говоря несколько странного хорошего прохождения не могут слушать эту пиздец можешь сейчас электроника озвучить пожалуйста один разок что-то увлечено мастерин ну давай ну смотри он сейчас будет базарить удачи вам ну давай марк давай смотри тут это моя роль чисто чел на тебя похож серьезно даже такой пошел в пизду я не буду это озвучивать вообще увлечено настолько что даже не заметил меня я присмотрелся это был какой-то робот хотя бы его корпус причем робот женского пола да еще и с ушами и не хотелось строить теории для чего осветила для чего светилом лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство хотя конструкция выглядела относительно технологично у меня были большие сомнения в том что это робот сможет в будущем завоевать мир или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия однако им кажется важнее сам процесс нежели конечный результат и тут я мог их понять хотя мне не хотелось признаваться в этом самому себе с другой стороны они не боялись провала критики насмешек шли и шли к себе к намеченной цели не обращая внимание на то что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдный как будто я правда их сравнивать с какими-то светилами науки привет ребят неуверенно поздоровался я о семён заходи всегда рады да я и так уже зашел вообще-то ты это трахни робота хорошая паста это извини за вчерашние хотя я почти ничего не помню но мало ли что в общем то ничего ничего а что тебя привело в нашу скромную обитель электроник хитро посмотрел на меня порой мне казалось что когда он делает такое выражение лица ту полностью уверен что знает про собеседника нечто чем может козырнуть подходящий момент сахар мне нужен сахар перед глазами сразу спала картинка из старой компьютерной игры где какой-то юнит строитель или что-то подобное вовсе свои пять пикселей кричат more we need more minerals это есть у нас спокойно ответил электроник а зачем он тебе я не хотел объяснять шурику что в его честь хотят испечь торт не хотел портить сюрприз не знаю ольга дмитрина попросила принести ладно сейчас электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату а почему сахар именно у вас лежит они в столовой когда прошлый раз машина с продуктами приезжала то его выгружали последним а так как наше здание ближе все к проходной то чтоб далеко не носить выгрузили сюда логично открылась дверь и появился электроник тащивший за собой огромный мешок я конечно не знал какого размера толп торт планирует испечь ольга дмитрина но здесь сахара явно многовато спасибо конечно не столько не надо а кто же нам его переложить электроник удивлен удивли удивленно посмотрел на меня нам некуда просил сахар забирай похоже то его улыбка все же не было беспричинный может быть тогда поможете мне его дотащить тут недалеко же а мы заняты он показал рукой на робота я пристально посмотрел на шурика в конце концов он был мне обязан он засмеялся но все же стыдливо отвел глаза я вздохнул взял мешок и направился к выходу спасибо что же надрывая сказал я на прощание однако далеко уйти не получилось уже через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю чтобы передохнуть не знаю сколько он весил но казалось что точно не менее 20 килограмм с одной стороны до столовой оставалось все каких-то пару сотен метров с другой же даже такое расстояние с подобным грузом на плечах а иногда в руках ногах подмышкой или даже на голове казалось мне тогда непосильным я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками с длительными остановками к ночи как раз добрался бы как услышал голос позади себя может тебе помочь о передо мной стояла лена не думаю что у тебя это получится именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал что мне констратически не хватает физической силы я могу за тележкой сходить тележка почему я сам об этом не подумал да это было бы здорово подожди тут я быстро спасибо за 100 рублей бим-бим бам-бам тепло типа что трах никого-нибудь уже еблан уехал чубайс не на то деньги тратишь она улыбнулась убежала в сторону площади спасибо за 100 и чтобы я в нее влез ой чтобы обещать делать все же не всегда такая застенчивая иногда вполне может проявлять инициативу я задумался сейчас она выглядела довольно странно и тени робости на лице на ворот улыбку уверенность не тени бельми чубайс у тебя мозг вообще как живой если хочешь трахнуть из лагеря тебе нужно делать правильные выборы они рандомные чеку ой уехал чубайс все давай минус 100 будем поставить с тобой на языке жесткости общаться предложение помочь сама по себе не было чем-то из ряда вон выходящим но от лены через пару минут она вернулась небольшой тележкой я поставил на нее мешок спасибо не за что она покраснела и уставила себе под ноги ну вот опять тогда я пойду до удачи до удачи еще раз спасибо крикнул я и вслед иногда мне казалось что ли не живут два разных человека рах не электроника тракта и для тех же так не робот трахни алису трахни зону трахни как те мои донаты на классно я сразу видно стараются пишут пасты гениально ну у меня вообще чат гениев так что ребят продолжаем на 2 но 2 уверенный в себе веселые местами даже какой-то детский появляется передо мной или мне опять все это кажется я решил что лучше принесу все ингредиенты одновременно поэтому направился с тележкой в сторону домика ольги дмитриевны наконец-то все необходимое было собрано и выташу тележку сахаром на улицу и положил на нее мешочек с мукой а сверху приспособил кое-как две корзинки с ягодами его же предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше день близился к вечеру а это значило что пора спешить ведь торт еще надо испечь конечно я бы куда с ним я бы куда с большим удовольствием сейчас просто лег за глаза и заснул но нельзя подводить ольгу дмитриевну более того после сегодняшнего приключения уже чувствовал собственную ответственность за успех всего этого мероприятия из кейф спасибо за 20 ты ничего не написал просто 22 спасибо выйдя на площадь я ненадолго остановился чтобы отдышаться не тележка не была тяжелой ехала легко и не приходит не приходилось прилагать особых усилий просто любые физические нагрузки вызывали боль физическую и душевную я присел на лавочку и закрыл глаза что это мне было наплевать кто это наверняка просто хранить пионерка заинтересовавшие необычным коллегой по ненастью и о чем устало спросил я она ничего не ответила ингредиенты для торта и любишь торты не знаю что никогда не пробовала не знаю девочка очевидно не понимала про что я но когда-то но тогда это не показалось странным разговорами я совершенно не интересовал так как я настолько устал что не имел никакого желания как бы то ни было классифицировать внешние раздражители разделять их на обычные необычные я пойду сейчас это короче я сейчас пойду ребят хочу взять холодной водички налить стаканчик таблеточку кинуть растворить ванек ты здесь ванек он ушел ребят напишите для насти какие-нибудь хорошие слова на это почитает час на приду буквально секунду веду стрим ой ой как много интересного а вот ребята пока дима нет я хочу задать вопрос в общем я хочу постримить кто-нибудь будет меня смотреть теоретически конечно же нет не там было одно да все все я стремлю не хватит а что вы любите смотреть из стримов понятно бассейны ну посмотрим у меня просто я не знаю я просто ужасно мокрый стул так жарко на себя мокрый стул нет но я знаю что у большинства парней мокрый стулья ну да это почему девчонок чипа не потеют ноги я думал у вас не ноги потеют не у меня нет но я верю проверять не будем и приходи попробуешь правда правда а еще и делают кого россияна спросил я эти твои торты как правильно торт или торты а разницы нет забей чел уехал почему предлагаете димасу трахнуть робота если есть мука сахар начинки всякие какой-то странный вопрос нежели нежели она не знает из чего блять я бы я сходил я встал короче у меня кровь ушла к пяткам и у меня голова работать перестала мне читать тяжело это все у тебя там да да согласен и сахар и сахар а может мне немного отсыпать блять что я вообще слова потерял ударение не туда ставлю а может а может мне немного отсыпать зачем это уже было пожалуй чересчур какие корты внезапно летел ветер я инстинктивно схватился за тележку открыл глаза однако передо мной никого не было неужели мне в это почудил блять неужели мне это почудилось однако мешок сахаром завязался и под ним на земле вы вы выселась небольшая белая горка а точно это был сахар даже в игре сам себе дрочить будешь титан одиночество лучше вырвешь заранее не позорься 33-летняя гадость его взял это мне 35 долбоёб его взял это добро заключает для полной его взял это короче чубай все спасибо за 100 и уехал поправив поклажу и остался скамейки и продолжу свой нелегкий земляничный путь возле столовой не было ни души ничего удивительно ведь до ужина оставался еще час я подкатил тележку к заднему входу издал продукты с руки на руки местной поварихи блять значит я потерял вообще ударение я не понимаю куда их ставлю а есть какая-то болезнь когда ударение пропадают просто не понимаешь куда их ставить папе такая же да да а папе сколько лет а 30 вроде 29 30 мне кажется это вот после тридцатки до начинается такая фигня ну да это выход у всех какой инсульт ребята уехала тебе спасибо за 100 уехал лол типа чтобы я подкатил тележку заднему входу короче наверное она уже была в курсе что с ним делать что с ними делать поэтому и посмотрела на меня так недобро не уверен насколько по времени занимает приготовление торта но видимо ее придется блять что такое это и без ровов кстати вообще другие слова вижу типа здесь одно написано я вижу другие слова когда читаю оставшиеся до ужина время хотелось просто отдохнуть проще говоря слишком устал поэтому сел на ступеньки принялся ждать глаза закрылись сами собой наверное за весь день слишком сильно разморила поэтому я не заметил как кто-то подошел легонько стукнул меня по плечу привет передо мной стояла мику и тебе даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражения у себя на лице извини не помешало наверное да не я просто сидел а он тогда ладно мику расплылась в улыбке я просто шла на ужин думала что уже пора оказалось что еще рано но все же решила проверить может не ошиблась а часы ну то есть часы могут ошибаться просто я их не так поняла кажется она окончательно запуталась и замолчала ребят я второй раз проходить эту игру не буду потому что я не анимешник дело выборы пользу алисы мог бы побухать плюс секс чел я пройду потом ее без стрима с модами так димон минус 20 я скиплю доната так болезнь называется ой все кажется она окончательно запуталась еще полчаса примерно до ужина отлично тогда я с тобой тут посижу подожду не возражаешь откровенно говоря я возражал знаешь у меня еще дела кое-какие так что давай-ка уехала я поспешно стала не прощаясь удалился как обычно игнорирую мику что-то кричащую вслед через минуту я вышел на площадь и сел на лавочку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии пожалуй такое со мной впервые за последние четыре с половиной дня я не просто злился на какие-то незначительные неудобства а по-настоящему бесился не абсолютно перестала волновать где я и почему я здесь не волновало меня это как выбраться отсюда часа больше негодовал из-за того что именно мне постоянно приходится выполнять глупые поручения вожатой именно вечно попадаю в идиотские ситуации иногда и вообще выступаю шутом если это проделки инопланетян или задумка вселенского разума то им неплохо было показаться психиатру я скрипнул зубами и жал кулаки и самое обидное в том что все происходило как-то само собой я бы рад не таскать пудовые мешки сахаром но выбора никакого нет точнее альтернатива приведет куда худшим последствиям чем растянутые мышцы ущемленное самолюбие на кого злишься передо мной стояла ульянка ехидно улыбалась ни на кого россия на ответил я однако кулаки меня выдавали так просто ладно ладно дело твое ты лучше скажи мне зачем ведь день по лагерю бегал со всякими мешками дела были не хоть не хотя ответил я судя по всему это продукты может и продукты гулян собирал что сказать но это время загорала музыка призывающего на ужин я с облегчением вздохнул и быстро направился в сторону столовой оставив ульянку позади бегает чисто игнорю всех семён спасибо тебе огромное за что пожатая приветливо улыбнулась за торт да в тот момент как нельзя лучше понял смысл поговорки спасибо в карман не положишь ты же никому не рассказывал это должен быть сюрприз до арокен спасибо за 111 добрый челди спасибо большое очень приятно спасибо да вот и молодец а теперь давай марш на ужин ольга дмитриевна махнула рукой в сторону столовой это не сам адонат был я медленно приступил порог и принялся искать свободные места сегодня их оказалось много так что появилась возможность поесть в одиночестве на ужин давали рыбу с картофельным пюре ребят ну сколько можно что вы так закидываете сегодня 16 девочку тоже 16 девочка такую девочку 16 16 девочка летнюю походу ой осуждаю тогда такой летнюю весеннюю опять неудача стала осталось полуголодным да и к тому же рыба была в обед сегодня что рыбный день отодвинув сторону тарелку жареным морским обитателем опустил голову на руки и закрыл глаза но вскоре к моему столику кто-то подошел что с тобой ничего ответил я не меняя положение устал да есть немного это плохо серьезно сказала славе еще бы ты же помнишь что после ужина мы все в поход идем уже собрался блять еще в поход чего куда я моментально глаза и поднял голову рядом со славе стояла лена поход она удивилась ты не знал нет я опустил голову на стол и закрыл ее руками если бы сейчас была возможность проводиться под землю девочки молчали некоторые нами я находился наедине с вами мыслями меня это вполне устраивало может быть удалось бы даже просидеть до конца ужина но из дальнего угла столовой донесся громкий голос ольги дмитриевны ребята в честь чудесного спасения нашего друга и товарища шурика мы приготовить для вас этот торт я нехотя поднял голову посмотрел в сторону вожата ничего не увидел за плотно сомкнутыми спинами пионеров сейчас сейчас а про меня даже не упомянули что я шурика спасал что продукты для торта таскал как будто так и положено следственный комитет вы такие маленькие суммы не донатите это фейк что же от вожата этого стоило ожидать пойдем а то без нас сидят славя улыбнулась пойдем согласилась с ней лена да конечно я нехотя встал и поплелся за девочками когда мы подошли толпе пионеров ольга дмитрина как раз поставила торт на середину донаты летят я чуть отвлекаюсь сорян да все хорошо прям какие-то же училы какие-то олигархи сегодня по 100 рублей донатит вы куда летите а какая моя доля за каждое упоминание слова насти о нифига себе налог берут ребят пишут 0 но ты же знаешь что к знаешь моском шоу уже даже на месяц там шоу вот смотри сейчас кто-нибудь напишет единицу эти все нули будут после единички 1 процент максимум да там договоримся потом тогда сама донат обожаю бесконечное лето но крайне тяжело буду будучи стримером вести на несколько часов и читать удача закинул на бургер ракен спасибо за 111 даже на два бургера настя во сколько лет и 35 не приговор дим димон давай уехал торт на середину стола а теперь на скоростях у щитмен закончить вожатая не успела потому что и стал бы пионера выскочила ульянка и накинулась на торт она успела надкусить ее в нескольких местах до того как ее начали оттаскивать ульянка упиралась и визжалась за сей этой картиной я безучастно вылевал со стороны улыбающейся алиса которая пальцем подцепила немного крема негодующие пионеры вокруг казалось мне просто здесь не место сейчас закрою глаза открою вот я уже дома перед компьютером нифига себе она ее так оттаскивает как будто насадила на что-то я моргнул ничего не изменилось только шум гаммы крики стали отчетливее ульяна это уже переходите граница я действительно такое поведение ты перебор даже для нее в разговор в разговор или трибунал вмешался шурик да ладно вам ольга дмитриевна раз уж торт в мою честь то похуй он заман он замялся неважно вожатая повернулась в сторону ульяна а ты тебя я сегодня накажу по-настоящему чтоб следующий раз знала ради бога она фыркнула и отвернулась сегодня с нами поход не идешь довольно надо было я бы с удовольствием поменялся ролью с ульянкой не пошел бы поход вместо нее но кто же знал если бы догадаться заранее бы первым полез крушить этот чертов торт после пары минут замешательства пионеры стали потихоньку расходиться и тебе пора собираться через полчаса построение на площади я посмотрел глаза вожатой пытаясь невербально передать все свое отношение к происходящему но вышло у меня видимо не очень не опаздывай направляясь к выходу я подошел к ульянке которая сидела на столе и зачем выглядела она крайне обиженной впрочем было на что захотелось резко ответила ульяна довольна результатом довольную а тебе удачно в поход сходить она и хитро улыбнулась вскочила и выбежала столовая так понимаю можно было с ульянкой в поход не идти до чисто замутить с ней пока никого нет лагеря да ну типа то более ну ладно она слишком маленькая типа неинтересно удача мне не помешает дорогу осилит идущий эта поговорка крутилась у меня в голове всю дорогу до домика вожатый почему я даже не думал возражать ссылаться на плохое самочувствие либо просто откатить без причины события этого дня научили смирению арокин спасибо за подписку большое спасибо хотя иногда смысла происходящее происходящего ускользал от меня войдя внутрь я задумался что собственно собирать мне из вещей пальто да джинсы там уже забыл спросить поход с ночевкой или без блин ульянка гений торт захавал и в поход не пошла да так и есть в общем делать было нечего поэтому и на всякий случай захватил свитер которым попал сюда ночью может быть холодно и медленно поплел в сторону площади там уже собрался весь лагерь хотя до времени назначенной дмитрина осталось еще минут 10 я примастился с краю принялся терпеливо ждать вечерело если посмотреть на нас со стороны то вырисовывался довольно забавная картина толпа пионеров по привычке выстроившихся в шеренгу словно ждет приказа молчаливого бронзового генды и все это в алых лучах заката вот он машет рукой пожалуйста пишусь на тебя спасибо хотим за 111 спасибо но если ты только узнал обо мне благодаря вот этому аниме мультику то мы тут редко таким занимаемся так что смотри аккуратней типа не факт что каждый стрим это будет спасибо вот он машет рукой с криком в атаку и рвущие солдаты красный галстук расходится в битве с невидимым противником впрочем место генды заговорила появившаяся ольга дмитриевна вроде все на месте отлично я не мог не думать ни о чем потому что сегодня слишком устал и итак сегодня мы отправляемся в поход важным для любого пионера является умение прийти на вылочку товарищу протянуть руку помощи в трудную минуту просто спасти его безвыходной ситуации наконец всему этому с нами предстоит научиться по толпе пионеров пробежал шопот общий смысл которого был в том что вся эта были на экспедиция закончится в паре сотен метров от лагеря около костра почему-то и мне казалось так же будем парами сюда так что если вы еще не выбрали себе партнера сейчас самое время пионеры начали быстро группироваться по двое похоже пара не нашлось только для меня ставя о чем-то увлеченно разговаривал с ольга дмитриевна елена с никой электроник естественно шуриком может быть идти одному не так уж и плохо семён голос ложатый вывел меня из раздумий я нехотя подошел к ней тебе пары не нашлось как я погляжу видимо так тогда подержи не на меня нахлынула то особое отчаяние в которой может пасть только одинокий человек то есть получается настолько же оказалось никого не нужен как и были библиотекар шиете провести с которой наедине пару часов я не согласился бы даже за деньги аракем спасибо не давно знаете просто не всматривалась на стримах от учет присмотрелся думаю дай закину до подпишу спасибо ракем спасибо спасибо приятно сердечко кликс на кнасть варит такая что за хуйня смысл да это не сама донат ребят чего ухлитил сама донат впрочем сейчас мы находимся в равных условиях я медленно подошел к жене по ходу дела нам с тобой идти она подняла на меня глаза только не думай что я рада серьезно сказала женя счете радоваться ой блядь я прочитал что не важно будет еще лучше если ты помолчишь куда уж лучше она развернулась направилась за остальными пионерами я не видел никакого потаенного смысла эти парами в конце концов нам наш путь пролегал по искаженным лесным тропинкам и заблудиться здесь было весьма проблематично даже при желании более того мы шли уже путь мы шли полчаса но не прерывалась глубь леса еще опасности которые помогут проверить нашу храбрость и закалить нас пионерский дух а попросту ходили кругами впрочем если учесть что нашим вожаком была ойга дмитриевна такой поход можно считать броском хоббитов из широ в мордор как и просила жени а что молча на некотором расстоянии от нее библиотекаршу похоже это нисколько не смущало слушай а ты не знаешь когда мы уже придем придем куда но туда где планируется разбить лагерь смысл похода не в лагере а в ходьбе пешком охуенный поход ты ничего не понимаю да в походах я и правда ничего не понимал ну наверное но все же не знаю резко ответила на и ускорила шаг я догнал ее и спросил слушай а почему ты всегда я хотел сказать злая но осёкся я же ничего плохого не делал не собираюсь она удивленно посмотрела на меня какая ну нелюдимая что ли что или не я не буду секретный рус электроником играть зачем мне электроник мне вообще не интересен ну нелюдимая что ли или ты это только со мной так опять ты чушь какую-то несешь как знаешь как знаешь я решил больше не разговаривать с ней первым до конца похода троеточие наконец ольга дмитрина решила что пора заканчивать наше хождение по мукам здесь делаем привал местом стоянки была выбрана довольно большая поляна на которой лежала полукругом несколько деревьев образуя что-то вроде импровизированной беседки посредине которой была выжженная земля и валялись угли от костра всему заметно что такие походы традиция лагеря меня вместе с остальными парнями отправили на поиски дров это не заняло много времени так как вокруг валялось огромное количество веток бревен разного размера в конце концов с помощью каких-то газе только дмитрина разожгла костер можешь придать пример я я не мне было очень интересно почитать что в них пишут но ничего кроме советской символики разглядеть не смог пионеры расселись на бревнах начали говорить кто о чем похоже конечно цель всего этого мероприятия была достигнута хватает только котелка сухой алюминиевых чашек с водкой и гитары впрочем я бы не удивился если бы и все это откуда-нибудь здесь появилась о чем думаешь ко мне подсела славя да так ни о чем наслаждаюсь походом съязвил я что-то не похоже ну от радости прыгать не готов ты уж извини моя жена рыжая рыжие охуенные дадимас спасибо за 111 интересно странный донат к чему бы он это не понимаю не понимаю непонятно страны заходите в телегу пишите бесконечное лето 18 плюс и все это счет зачем ребят я на стриме не буду проходить 18 плюс вы прикалываетесь что а стоп это в телеге есть прохождение бесконечного лета типа 18 плюс сейчас подожди секунду нас я понял что он бесконечно сейчас бесконечное лето 18 плюс ни хера нету пацаны ни хера нету это фейк фейк инфа но от радости прыгать не готов ты уж извини ладно не буду тебе мешать она еще некоторое время посидел рядом но поняв что я не очень настроен разговаривать оставила меня наслаждаться рефлексиями в одиночестве мне хотелось лишь поскорее улечься в постели заснуть но вместо этого я все больше пропитывался дымом от костра и пустой был там не окружающих пионеры веселились смеялись в общем наслаждались теплым летним вечером дальнем конце поляны я увидел лену которая о чем-то оживленно спорила с алисой оживленно и лена понятия несовместимые так мне показалось славя похоже после разговора со мной куда-то ушла электроник шуриком что-то яростно доказывали дмитриевне кажется только я был лишним на этом празднике жизни блять да похуй ничего не делайте просто сидеть я просто смотрел на огонь говорят что на него как и на воду можно смотреть бесконечно но была какая-то третья вещь какая же бесконечно можно смотреть на год воду и на то как работают другие люди вожатая вывела меня из задумчивости семён тебе не кажется что ты расслабился слишком рано а что мне еще нужно сделать я искренне понимал чего от меня хочет ольга дмитриевна не знаю она замолчала на минуту но если что-то будет нужно то сделай обязательно вожатая как-то двухсмысленно улыбнулась и подошла костру чтобы подкинуть веток после этих слов я окончательно убедился что застаю у нее на положении раба или в крайнем случае бесплатно рабочей силы что в общем то же самое что откати иди к лени колись и чел я выбираю то что я бы сделал если я в тилте сижу я не буду к никому подходить я вздохнул опусти голову на руки и понадеялся что мои мучения закончены кто-то похлопал меня по плечу ой блин все два чела пришло я поднял глаза увидел шурика электроника севших рядом чего вам устало спросил я не грусти а что еще остается слушай мы сейчас ольга дмитриевна обсуждали перспективы развития книжки кибернетики и такое дело нам не хватает членов если бы ты он замялся развитие эти ребята несовместимые понятия я ничего не ответил и начал осматривать окружающих меня пионеров ну у меня времени нет видите как я постоянно занят поручениями вожатый да пожалуй ты прав неудобно сегодня с ульяной получилось я удивленно посмотрел на него похоже шурик чувствует себя виноватым в том инциденте стартом не очень да все пионеры вроде бы были тут но никак не мог но я никак не мог найти славю мне кажется что она злится на меня что россияна спросил я ульяна может стоит извиниться да не тут нет никакой твоей вины мы сидели молча еще какое-то время после чего я встал и сказал ноги затекли пойду пройдусь они ничего не ответили я несколько раз обошел импровизированный лагеря ловя себя на ловя на себе пристальные взгляды вожатой похоже ольги дмитриевне не терпелось придумать для меня какое-нибудь занятие славе я так и не нашел может стоит отправиться на поиске с другой стороны вспоминая расстроен лицо ульянки мне становилось ее даже жаль может поход и не самое лучшее развлечение но сидеть одно и то же удовольствие ниже среднего спасибо за 20 шизофрения но при всем этом при но при всем при этом идти куда-то совершенно не хотелось пойти кулиане продумали ну а чё я типа попытаться найти ставим на хера я с ней не хотел общаться сейчас пойду искать что за бред типа пойти к ульянке блин она она одна в лагере пойду-ка я кстати попробую с другой старой стороны да 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 я ребята вы хуй вам они титан сдалась нет и действия пожалуй нам сегодня с меня хватит я сел на прежнее место и принес терпеливо ждать похода почти физически ощущая на себе взгляды вожатый наконец она встала и объявила а теперь давайте играть в города вообще ничего против я не имел игра как игра однако из этого поход неизбежно затянется пионеры расселись вокруг костра я заметил лену алиса устроившихся на бревне напротив меня похоже все в порядке еще пару минут назад глядя на их ссору я думал совсем по-другому хотя всякое может быть очень хотелось знать о чем они говорили но сейчас это не представлялось возможным да и усталость все отчетливее заявляла себе голове было совершенно пусто пародия на память чем у литичность три из четырех из десяти а потому в грузисе не выебывайся ну или загрузить после концовки хотя бы чел у меня я отыгрываю так как есть да здравствуйте титан одиночество у все уехали знать почему не говорят что титан одиночество а я не знаю завидует наверно вот я согласен типа у меня все норм я могу и кульянки сходить елена на коротком поводке у меня то есть у меня все норм точнее она была настолько тяжелой что в ней не оставалось пространство для развертывания идей если в лучшие времена мой мозг представляет из себя широкую автостраду по которой с бешеной скоростью проносятся миллионы мыслей обгоняя подрезая друг друга устраивая чудовищные аварии то сейчас он не более чем затерянный в лесу тропинка по которой ходят только в случае крайней необходимости славя так и не появилась может у нее возникли дела впрочем сейчас опять же я никак этого не узнаю и так точно москва пионеры называли различные города наконец очередь дошла и до меня я старался слушать чтобы не пропустить первую букву своего города архангельск игра сделалась несколько сделала несколько кругов с каждым новым названием если тяжелее было запоминать все что говорили до этого внимание рассеивалась я терялся в разнообразных столиц и городах миллионник и деревнях и поселка городского типа семян семян твоя очередь ольга дмитрина вернула меня к реальности простите а что было до меня опять ты где-то в облаках витаешь севастополь был тогда лондон было уже но тогда я задумался городов на букву л в мире множество но сейчас хотя бы один из них просто вспомнить ливерпуль было лос-анджелес наконец-то и фига себе он нормально подкованный она несколько призрительно посмотрела на меня игра продолжилась наверное еще одного города на л я бы не выдержал но к счастью это кон стал последним ладно пожалуй хватит на сегодня уже поздно пора возвращаться кинти он не фан с настя а вдруг у меня есть я есть но я об этом думаю но там ничего такого не будет очевидно а там там же требования есть чтобы что-то не там не такого требования там должен быть эксклюзивный контент просто да себя я подпишусь если ты не понял тут надо выбирать одну девочку ты бегаешь за всеми остаешься по итогу с электроником и водителем автобус богданом так что откатывает чел у меня все нормально у меня девочки на коротком поводке еще раз объясняет назад мы ушли уже не парами а как придется на лагерь опустилась ночь совершенно обычный ничем не примечательна одна из тех ночей когда и темное небо и звезды и полумесяц не вызывает никаких особенных эмоций а стрекотание сверчков и пение ночных птиц кажется скорее обыденной работой чем очарованием ноктюрна вскоре все пионеры построились на площади время уже было позднее усталость давала себе знать поэтому линейка получилось не очень ровно мне она очень напоминала викингов после удачного сражения воины довольны улыбаются ждут возвращения семьями уже не задумываются о правильном боевом порядке хотя с другой стороны можно было увидеть них разбитый на голову отряд небольшую горстку уцелевших из последних сил совершающих бросок болным землям на всем спасибо сдержит тебя в заложниках здрасте когда вы к нам переезжаете дом престарелых никогда а теперь можешь спать поздно уже пионеры быстро разбрелись кто куда я остался вдвоем с вожатой и нам пора длитрий до дарствуйте когда вы к нам переезжать до домика ольги дмитриевны мы шли молча все спать сказала она гася свет гася свет я долго ворочался прокручивая в голове все события сегодняшнего дня с одной стороны усталость одолевала с другой мне казалось что я что-то забыл что что-то не сделал что что-то не так сказал и это чувство незаконченности терзала меня был уже второй час ночи все плохое имеет свойство заканчиваться или хотя бы делать перерыв я погрузился в сон день шестой а сколько всего дней диман целую в попочку спасибо кактус не знаю сколько времени было когда ольга дмитриевна разбудила меня но еще даже не открыв глаза я почувствовал приближение смерти все тело болело голова кружилась сознание заволокла мутная дымка ольга дмитриевна семен вставай немедленно а то пропустишь завтрак а главное линейку похоже вожата и сегодня намеревалась использовать меня по полной я шот нечленораздельно промычал закрылся одеялом с головой отвернулся к стене конце концов гнев ольги дмитриевны все равно останется только на уровне слов по крайней мере тогда очень хотелось как насчет того чтоб не стричься год интересно как манку челлендж да нет спасибо по крайней мере очень хотелось в это верить это к ваньку такой челлендж если ты сейчас же не станешь я уже собирался торжествующе сказать то что но промолчал не страха из-за того что было просто лень открывать рот действительно и что она мне сделает устроит общественное порицание перед тем лагерем повесит мой портрет на доску позора или проведет надо ночи на человеческие инопланетные эксперименты что сейчас я готов и на это лишь бы поспать пару часов ладно ладно но если опознаешь на линейку так бы и сказал они отмазывался про у меня все девочки пук-пук на поводке пук-пук ну ладно перепрохождение будет или останешься с любимым какое перепрохождение с каким любимым останусь не понимаю чем речь водик 20 спасибо блин слишком длинный донат для 20 рублей долго читать правда сотку прочитал бы полностью спасибо я шучу ладно шучу вадик нормально ванек челлендж тебе monkey челлендж не стричься год участвует да я шучу почему чсв типа это разве чсв звучало все норм пацаны чсв да я прочитал ну просто он правда ладно если тебе не нравится электроник и водитель так бы и сказал я не отмазываюсь про у меня все девочки пук-пук на поводке пук-пук ну ладно перепровождение будет и достанешься с любимым все уехать за вожатый захлопнулась дверь и начавший быстро слабеть сон уже тут же заявил права на море сознания треточие проснулся я от яркого света бившего глаза судя по мобильнику работавшим на последних электронных зарядки вы уже перо нихуя сегодня мобильник 5 дней держит это что за мобила там как ни странно тело не болело в голове прояснилось и вообще день начался неплохо обычно все трахаются на диван сам себе дрочить хочет чел все нормально я у меня все горю меня все схвачено всегда можно пойти к медсестре помог помахов руками изображая зарядка выскочил из домика и направился к умывальникам до завтрак проспал зато скоро обед так что волноваться о том что как вчера придется ходить голодным не стоит во это кто это по дороге мне встретился пионер лицо которого показалось почему-то знакомым а это кто но я шел так быстро что не успел его рассмотреть а когда обернулся он уже закрылся за поворотом и хуя себе около умывальников никого не было наверное все заняты своими делами поручениями ольги дмитриевны и бог весь чем я быстро почистил зубы ополоснул лицо и уже собирался уходить как друг услышал шум воды потекший из крана напротив там стоял пионер склонившийся над умывальником его лица я не видел ну по фигуре он был похож на того который встретил пару минут назад как утро солнце какое яркое я посмотрел на небо припрыгив глаза ладонью да ничего разглядеть пионера получше было непросто он стоял как яркий он стоял так что яркий солнечный свет отражаясь от воды от блестящего металла умывальников словно выжигал его лицо не давал разобрать ни единой черты сегодня вожатая злая узлая нас это знаешь что этот пионер просто нет в чате пишут мне пишут гг голос его тоже окон оказался до более знакомым как всегда впрочем но тебе лучше знать да я пытался вспомнить слышал я этот голос раньше и видел ли вообще этого пионера ладно бывает он закрыл воду и быстрыми шагами направился в сторону лесной тропинки на секунду меня возникла мысль пойти за ним остановить но я быстро отогнал и решив что не стоит портить всяким подозрениями тягостными домыслами такое прекрасное утро природа горела ярким огнем жизни пышные кроны деревьев мерно покачивались на ветру что-то нашептала друг другу легкий ветерок нежно поглаживал высокую изумрудную траву в тени спасаясь от полуденного зноя парковали птицы и леса а леса и поля уходящий под горизонт растворялись теплым солнечном свете не знаю какой месяц на дворе но похоже сейчас середина лета а 0 бабок донатить дороге не надо донатить все хватит куда-то и столько на носил то у тебя там все схвачено типа одиночество ой чел все хорошо ты смотри я щас разрулю ситуацию и не такие разрулил ситуации ребят мне отчетливо вспомнил с детства и юношества летние каникулы время веселых забав и без замет из-за беззаботной радости детские игры сколько их было я бы сейчас не отказался поиграть войнушку или прятки или покачаться на тарзанке а может построить замок из песка и населить его игрушечными воинами готовыми защищать своего повелителя до последней капли своей пластмассовой крови хуя у меня чел разбазарился концу этой концу дня сколько можно то я вышел на площадь и сел на лавочку дожидаясь обеда судя по всему до него оставалось не так уж много времени за 100 рублей дропнешь электроника ради леночки нет мимо меня иногда проходили пионеры кто поодиночке кто вдвоем втроем но все знакомые алисы ульяны лены славе видно не было в мозгу кружились мысли о бессмысленности существования которые в столь прекрасный день меня совсем не волновали подумать только кому в голову придет горе горевать о своей зря прожитой или рано потерянной жизни греясь в лучах столь приветливого солнца точно не мне я посмотрел на генду он как всегда был задумчив вот у него точно никаких лишних сомнений не бывает вспомнились первые часы в этом лагере и день до того тоска тревога страх сейчас все это кажется далеким хоть и прошло всего ничего выберусь я отсюда или нет не это уже не волновало не так как раньше можете вообще уже умер тогда здесь последняя остановка просьба освободить вагоны пионер о чем думаешь я поднял взгляд увидел того самого пионера что зачем почему меня преследует лица опять разглядеть что что а вот чем вот реально он до меня доебался как будто у меня бабок нет чел свалил солнце светило мне в глаза семён да так а жизни казалось он сейчас присядет рядом на пионер остался стоять на прежнем месте лишь повернулся ко мне в полоборота что окончательно убило надежду посмотреть его лицо слушай а мы раньше встречались что-то я те не помню скажем так ты знаешь кто я но я же не знаю я искренне засмеялся именно здесь нет коротко ответил он ясно честно говоря я не то чтобы не был настроен разговаривать просто совсем не знал о чем а на душе было так спокойно что это меня и не волновало и первый раз здесь и его слова прозвучали как вопрос но при этом интонация была скорее утвердительной да ты я он замолчал на несколько секунд не я не первый раз здесь можно сказать езжу каждый год самого детства такой ответ меня заинтересовал и как тут раньше было также ольга дмитриевна вожата это те же пионеры те же линейки по утрам и всякие дурные происшествия мне на мгновение показалось что сейчас говорил я не он любопытно искать что летный стример который признал своей чел какой ориентации уехал вадик любопытно разве что с каждым он засмеялся годом происходит все больше интересных вещей начинаешь лучше понимать что к чему и о чем вообще разговор все живее интересовал меня жаль только что лица пионера взглядеть не было ни малейшей возможности но каждая смена в пионерлагере похоже на предыдущую спокойно сказал он наверное я первый раз это заметно пионерах ухмыглянулся но похоже далеко не последний здесь конечно весело но типа знаешь как говорится в гостях хорошо а домой еще надо вернуться теперь я был абсолютно точно уверен что этот парень что-то скрывает точнее он слишком сильно выбивалась из общей обыденности лагеря и так был и так и так был не похож на местных обитателей что ты имеешь ввиду думаешь я здесь навечно застрял что ли чекание каждое слово произнес я блять сколько он базарит я не могу он очень много говорит пионер не успел ответить как заиграла обеденная музыка я повернул голову в сторону динамика и когда мы посмотрел на то место где стал парень он уже исчез мгновенно родились тысячи в теории догадок но я дернул себя вспомнив всю каждую все все кажущейся нормальность этого лагеря я загуглил кто это диману пизда почему в конце концов за эти пять дней не произошло ничего сверхъестественного более того все здесь казалось даже слишком натуральным а порой и скучным может это пионер ничего такого не имел ввиду а я просто не так понял его слова такими мыслями я направился в сторону стола и намереваясь остаться без пуза иногда мне казалось что обед здесь родни толчее вокруг полевых кухонь во время голода пионеры бегали толкая друг друга стараясь первыми пролезть за едой и занять столик поудобнее я спокойно стояла терпеливо ждал когда повариха выдаст неположенное пищевое удовольствие сегодня на обед была окрошка не особо мной любимые котлеты с картошкой я сел в уголке и мысленно порадовался что удастся нормально поесть мой столик был самым дальним от кухни так что можно небезосновательно надеяться что до меня ищущие свободные места пионеры не доберутся или доберутся но в последнюю очередь однако когда я пришел ко второму на горизонте появился славя шурик электроник походу они все сделали с ней да уже я так понял что-то они радостные очень но они подходят друг другу блондинчики три блондинчика против их компании я ничего не имел конечно садить обед проходил на удивление спокойно даже электроник не траторил как обычно наконец-то закончил трапезу развалился на стуле довольно сохнул языком слушайте а вы не знаете случайно пионера сегодня видел но он такой как у пятиклассницы а какой онлайн кстати ну-ка сейчас посмотрим дождите о вот так нормальный онлайн вечер убанулись это аниме ребят я не думал что столько любителей мультиков есть так что все но я вдруг понял что не знаю как его толком описать ну ростом с меня комплекции такой же настя по такому описанию не поймешь улыбнулась славя тому же тут поллагеря таких если уж на то пошло целом они были правы а почему спрашиваешь просто встретился сегодня с ним им и показалось что раньше его здесь не видел а ты посмотри в столовой не думаю что он пропустит обед как я сам не догадался точно ладно ребят приятного аппетита я встала не спеша начал прогуливаться вдоль рядов столиков вот сидят лена и женя приветливо я приветливо улыбнулся и алиса с ульяной о чем-то спорят смеются ольга дмитрина в окружении пионеров разу что она меня не заметила свободных мест почти уже нет но утреннего парня нигде не видно ситуация становится все интересней похоже здесь я его не найду может пообедал уже я направился к выходу на улице стояла такая спасибо за 20 13 концовок где 11 с девочками ты выбил чел все уехал все нормально концовка которая получит какая есть такая есть стояла такая жара что казалось стоит выйти из тени ты мгновенно расплавишься меня вдруг потянуло в сон я землю и пошел в домику вожатый что последовало чтобы последовать бытовой трактовки закона архимеда в конце концов ольга дмитрина вряд ли вернется ближайшее время по крайней мере мне так казалось у меня точно будет пару часов чтобы отдохнуть три других вариантов особо не предвидится тем более на такой жаре райская прохлада в домике стала для меня спасением я разделся и прыгнул на кровать на улице лениво стрекотали сверчки ветер покачивал занавески на окне а я погружался сон троеточие разбудил меня стук в дверь стучали негромко но настойчиво я нехотя встал и пошел открывать странно на пороге никого не оказалось я протер глаза и вышел чтобы осмотреться все также никого может приснилось было уже четыре часа чувствовал я себя разбитым пожалуй не стоило все же спать днем ведь знал же к чему это приведет чат скачиваю руковой стенок выбирать тел ты тоже будешь титаном не переживай я надел ботинки вышел из домика и закрыл дверь на ключ но куда пойти по идее и до ужина не так уж долго осталось мне в голову пришла мысль что неплохо бы освежить освежиться я направился в сторону пляжа солнце уже давно переводила через небесный экватор а здесь на юге вообще темнеет рано я прищурился посмотрел на алый пылающий диск опять кто к тебе только что приходил я в другом от неожиданности почему меня человек преследует я уже устал от него за мной стоял тот же таинственный парень и опять его лицо мешал разведеть яркий свет а себе а сейчас я вообще на мгновение ослеп от солнца поэтому не видел ничего кроме размытых очертаний и следишь за мной что ли нет просто мимо проходил невозмутимо ответил он тогда тебе виднее значит никого не видел никого все пионер съебался я потер глаза но помогло не сильно почему тебя не было на обеде спросил я прямо есть есть не хотелось он громко рассмеялся лечится он меня моргает так я несколько раз моргнул и зрение ко мне вернулось но пионер опять таинственно исчез да что за чертовщина здесь происходит теперь я был полностью уверен что с этим парнем что-то нечисто он точно имеет самое прямое отношение ко всем происходящим здесь события в общем надо выяснить а для этого я начала неплохо было устареть удостовериться что я ничего не путаю и что на самом деле не местами на пляже было многолюдно кажется весь лагерь собрался дано в такую жару это немудрено а почему в последнее время вообще девочек нету рядом со мной таков твой путь ниндзя в сторонке стояла ольга дмитрина грозно оглядывал свое войско только успел подумать что возможно прийти сюда была не лучшая идея как она местами 7 он имен и некий ты такие не был и вообще вести где-то шляешься да ребят вот титан только смотрите перед на экране девочка смотрите купальнички я не знал что ответить и и как же из тебя выйдет образцово пионер продолжила она уже мягче ольга дмитриевна а есть у нас в лагере пионер такой очень похожий на меня вожата удивилась не знаю наверное а зачем тебе ну просто интересно здесь много мальчиков ладно неважно со стороны реки донесся чей-то крик ольга дмитриевна бросилась туда можно сказать что пронесло я уселся на пылающий песок и уставился на пионеров развивающихся в воде и преследуете да ребят все вадик хватит спалерить через некоторое время от общей группы отделилась ульянкой направилась ко мне чего грустишь я не грущу а чего сидишь один да думаю о чем я не стала рассказать историю про непонятного пионера вот представь что ты общаешься с каким-то странным человеком и тебе надо понять в чем его странность ну так я спрошу она засмеялась это понятно но он же не ответит а ты пробовал нет но это и так очевидно ульянка ничего не сказала просто села рядом уста и устала вздохнула наплавалась я а вот допустим если он что-то знает но говорить не хочет составь ну как мы еще некоторое время сидели вместе болтая на отвлеченные темы затем я стал попрощался и ушел пора найти таинственные незнакомцы узнать все ответы первым делом я направился на автобусную остановку в конце концов именно там все началось дорога была также пустынно как и всегда они только изредка пролетали небольшие ураганчики пыли я уже собирался идти назад лагерь как услышал чей-то шепот не доверяй ему блять кто-то прятался за памятником кто ко мне спиной сидел пионер голос его вновь показался до боли знакомым с тобой строго альфа примет от факт вадик уехал и кто я сделал несколько уверенным шагов в его сторону стой не подходи почему-то я мгновенно замер где-то глубоко внутри родилась уверенность что не стоит с ним спорить ладно стою и видел его разговаривал спросил он надрывно ты о ком вообще говорящий был одет пионерскую форму ты знаешь я действительно знал он точно говорил о том странном пионере да спустя некоторое время ответил я что он тебе сказал умоляющий спросил мой собеседник ничего особенного он давал тебе совет он давал тебе советы говорил как себя вести угрожал нет ничего такого конечно он мне показался весьма странным но не более того запомни он может быть не один точнее он-то один но ты можешь встретить здесь множество похожих на него пионеров а ты-то кто сам от кого прячешься ты поймешь со временем помни главное найди выход что за хуйня началась здесь теперь сексом вообще не пахнет уже пахнет какой-то каким-то замесом мистическим вдруг поднялся сильный ветер что деревья в плите листья мне в лицо ударил бумажный пакет из-за чего на секунду пришлось закрыть глаза когда я вновь посмотрел на памятник пионера за ним уже не оказалось и тут меня начало доливать страх самый настоящий я боялся в первые часы как только очутился в этом лагере вот тогда все окружающее казалось милым дожелюным а сейчас совенок словно показал свои клыки намереваясь меня съесть а впереди неизвестность по телу пробежали мурашки в горле застыл комок руки мелко подрагивали но я собирался и направился назад влаги уже было время ужина но идти в столовую совершенно не хотелось после слов 2 таинственного пионера мысль о местных обитателях вызывала у меня если не ужас то вполне обоснованные опасения ведь я действительно не знаю кто они на самом деле это что еще ничего не случилось совсем не значит что им можно доверять я в нерешительности остановился возле здания кружков но потом понял что не самое удачное место ведь здесь не могут быть пионеры а встречаться с кем-то сейчас мне не хотелось спасибо аракен за 111 либо объяснил что за настя впервые вижу у меня много вопросов молодой человек новая стримерша а это вопрос молодой человек новая стримерша не насти не стримит или ты стримишь я собираюсь она планирует ребят но а когда ты планируешь ну как в питер перееду и в питер переезжаешь да вот так так вот ребята а всего лишь бесконечное лето поиграли что мотайте на уст теперь только членом богдана давай уехал почти бегом я добрался до леса и пошел метров 20 по тропинке прежде чем остановиться с одной стороны таинственный пионер точнее уж как минимум два таинственных пионера с другой все обитатели этого лагеря которые казались абсолютно нормальными любом случае мое старое решение ждать пока все само разрешится сильно поколебалась теперь я четко осознавал что надо что-то предпринять самому но что весь лагерь наверняка на ужине так что есть шанс спокойно добраться до домика ольга дмитриевны я решил для начала забрать одежду в которой попал сюда и телефон конце концов сразу ничего путного не придумал поэтому лучше пока спрятаться где-нибудь в лесу я перепрыгнул через ступеньки влетел в домик одежда лежала на том же месте а телефон как и положено был спрятан под подушкой я схватил его и уже собирался запихнуть карман как вдруг краем глаза заметил на экране что-то есть было открыто окно набора нового сообщения текст гласил не прав ты семена ой не прав у меня буквально душа в пятки ушла я застыл на месте изнутри меня трясло и колотило в голове кровь пульсировала с такой скоростью что казалось черепная коробка сейчас взорвется только спустя полуминуты я начал хоть как-то соображать текст смогла набрать ольга дмитриевна или кто-то из пионеров даже если учесть что они с подобной техникой незнакомы тут ничего сложного но откуда кто-то кроме меня знает где лежит телефон в общем это событие стало последней каплей я выскочил из домика с твердым намерением больше сюда не возвращаться троеточие какой-то замес пошел ребят на лагерь опустилась ночь я уже несколько часов сидел в лесу и трясся от каждого шороха место было выбрано подальше от ропинки что меня никто не смог найти за это время как какие-то за это время какие-то к теории планы действий не приходили мне в голову и попытаюсь убежать и перебить всех местных обитателей однако с другой стороны все сильнее становилась мысль о том что может быть не стоило из-за слов какого-то непонятного пионера так себя вести и даже сообщение на мобильнике это подтверждает только то что все что здесь творится далеко от нормального никогда не доказывает причастность местных обитателей в таком полутранте я бы вполне мог посидеть здесь до утра если был не услышал шаги рядом блять откуда он значит ты все-таки решил убежать и обернулся но в темноте не смог разглядеть лица пионера тем не менее был точно уверен что это именно он когда я не боялся точнее уже был настолько физически измотан что какой-то кое-как подготовился почти к любому любому развитию событий поэтому смог более-менее адекватно рассуждать поддерживать диалог и назвал бы это бег сон через некоторое время ответил ярость а растягивая каждое слово да а как же тогда тактическое отступление блестяще он расхохотался слушай может и расскажешь все-таки что здесь происходит кто-то и чё от меня хочешь а что тебе сказал тот уворот условно не слышал моего вопроса сказал не доверять тебе соврал я хотя с другой стороны примерно это он имел ввиду как мне показалось что же это вполне в его духе убежать спрятаться его голосе проскользнули нотки раздражения я не знаю что вас тут за цирк с конями но у меня честно говоря никакого желания участвовать в этом представлении о почему же ты ведь главная звезда я не видел его лица но мог покласса поклясться что он улыбал улыбался если так то объясни мне мою роль знаешь я вначале тоже был таким как ты первый раз все прошло спокойно потом я убегал пытался выяснить что происходит сходил с ума и даже пытками выбивал из них правду он заржал как умалишенный у меня мороз побежал по коже но все бесполезно немного успокоившись продолжил пионер бесполезно а потом начались провалы сначала только слышал их голос где-то далеко а иногда у себя в голове потом появились смутные силуэты затем они стали обретать материальную форму и наконец вошли в мой мир я мог потрогать их познакомить с местными пионерами все они были не такими другими понимаешь другими он сбился на крик и раз за разом все повторялось квиткам привыкнуть можно но не к ним потом я сам научился попадать в их мир и взаимодействие другими однако я такой оказался не один далеко не один сегодня ты видел по крайней мере еще одного такого же он замолчал я не знал что спросить и не хотел прерывать его рассказ поэтому просто ждал спустя минуту он продолжил конечно это не просто самый неудачный руб спасибо за сто одиннадцать арокин спасибо ротин нормальный рук красивый и возможно не всегда только при определенном стечении обстоятельств когда ты испытываешь сильные эмоции например с мальчиками тел это же рандомно получается да и в том числе когда когда радуешься чувствую себя счастливым он словно читал мои мысли ладно то есть имеешь ввиду что есть несколько параллельных миров где существует такой же точно лагерь со всеми его обитателями только вместо меня там ты тот парень которого я видел на остановке да что-то вроде его ответ совсем не удивил и меня в конце концов уже понятно что здесь происходит что что происходит что-то выходящее за рамки человеческого понимания эта теория казалось не самый удивительный ну ты говорил про то что все повторяется повторяется и что будет потом все сначала ты опять проснешься в автобусе пойдешь в лагерь среди шагу дмитриевну девочек электроника если было с тобой то почему это должно случиться и со мной так случается со всеми он опять истерически засмеялся и сколько повторений с тобой происходило я уже не считаю поначалу пытался запомнить но сейчас может быть несколько сотен теперь не удивительно почему мне так явно казалось что мой собеседник страдает от тяжелой прогрессирующей ментальной дисфункции ну ты же искал выход он не ответил тот парень на остановке про это и говорил потому что ни черта не понимает закричал он потому что он такой же как и ты бежит и прячется а что ты предлагаешь если у меня были какие-то предложения бы не стоял здесь не разговаривал с тобой хорошо но ты же пытался и хочешь понять что я знаю что знаю я ведь я уже тут довольно дав давненько весело спросил он но это очевидно да я пытался сбежать отсюда там он махнул рукой в сторону леса ничего нет только лес когда я шел несколько дней потом вырубился от усталости то очнулся опять в том же автобусе если идти по дороге результат такой же она бесконечная разговаривать с кем-то на эту тему бесполезно это ты наверное сам уже понял понял ставил я даже если напрямую объяснить свою ситуацию тебя в лучшем случае посчитает за идиота а не выходить из автобуса бесполезно рано или поздно тебя все равно найдут я даже как-то просидел там все время в итоге заснул и опять все по новой а завести его уехать самому нет ключей а навыков автоугонщика не имею извини замкнутый круг именно повисло долгое молчание наконец-то я спросил а люди ведь они вызывают абсолютно обоснованные подозрения подозрения опять смех в них подозрительно только то что как бы ты мне рассказывал обо всем они смотрят на тебя глазами по пять рублей люди сначала тоже их опасался потом проводил над ними разные эксперименты а теперь я не считаю их за людей какие-то куклы марионетки можно прискать любую их реакцию предугадать любое слово или действие значит их бояться не стоит тебе стоит бояться себя тихо сказал он знаешь как весело хрустят кости человека когда немедленно ломаются от растяжения у похоже у него окончательно поехала крыша слушай я все понимаю но и он тоже считает что это чересчур какая разница здесь реально только ты пионер внезапно замолчал но нет я с тобой не согласен ты наверное думаешь почему я сам все это не проверил почему не попытался дойти до ближайшей деревни или города до посещали такие мысли почему я был недостаточно подозрительным почему вместо поисков ответов я занимался всякой фигней ну да не стоит это нормально первый раз все мы здесь ведем себя так а сколько еще ты видел таких не так много пионер задумался может быть десяток но я уверен что гораздо больше и что и всех так в принципе да отличаются только детали но главное остается неизменным отсюда нет выхода и ты кстати точно такой же как и большинство разница только в том что ты узнал обо всем от меня а не прочувствовал на себе я даже не знал благодоворить мне его за это или наоборот ладно и что дальше ничего коротко сказал он блять а что происходит я закрыл глаза и задумался это было роковой ошибкой открыв их я как в тот раз никого не увидел значит теперь понятно что здесь происходит хотя по большому счету как все рассказано им приблизилось и рассказано им приблизило меня к разгадке да я такой не один да все повторяется но в чем причина и главное где выход единственное что я вынес полезного из разговора с пионером так это то что местных обитателей бояться не стоит а вот сейчас было для меня весьма существенным и бы ночевать лучше все же в тепле тепле чем в лесу я вздохнул собрал свои вещи пошел в сторону лагеря по дороге в голове вновь и вновь всплывал разговор с коллегой по несчастью и почему же я не спросил про послание на телефоне и про остальное ведь намеки-то были может быть узнав о них поподробнее смог бы сделать какие-то выводы впрочем казалось что наша сегодняшняя встреча была не последней в домике ольги дмитриевны горел свет я аккуратно открыл дверь и вошел опа явился не запылился грозно сказала вожата ольга дмитриевна я сегодня очень устал дайте вы оставите свои нравоучения на потом нихуя грубия от чего это он устал интересно от всего грубо огрызнулся я вожата удивленно посмотрела на меня я не раздевался упал не раздеваюсь упал на постель семён образцовый пионер так себе не видео ну и как же он себя ведет не так вожата на секунду замяла словно подбирая слова он должен уважать старших я вас безмерно уважаю можете быть уверены только отъебитесь дайте поспать 7 сарказмом голосе не остался незамечен а теперь мне очень хотелось бы поспать ольга дмитриевна подожди я а сколько до ближайшего города когда приедет автобус как мне вообще отсюда выбраться удивление спокойным голосом спросил я ответа не последовало его не стоило ожидать я сказала все это лишь для того чтобы она отстала и молчите я устала давай завтра поговорим вожатая встала и выключила свет да все именно так как тот парень и говорил интересно почему я с ним так адекватно и спокойно разговаривал и стоило бояться трясать от ужаса этот пионер не вызывал у меня никакого-то особого доверия скорее чувство что не сможет причинить мне вреда я не успел подумать о том что неплохо было бы еще что-нибудь спросить у него как осталось как усталость зала верх и я отключился название стрима сегодня на уроке литературы читаем про лям так насть предлагаю это финала долго еще мы успеем нет успеем должны там недолго они долго и должны ну финал финал типа да ну мне в три часа заканчивать просто надо мы успеем трех да да конечно а ну все погнали яркий солнечный свет бил глаза через закрытые веки там долго пишут к мысли сколько в минутах примерно минут 20 20 норм там на час читать говорят ну не знаю там вроде не особо много плюс я знаю как эти концовка в принципе да ты уже знаешь ну да ну блин на следующий стрим уже до пройти я не знаю я согласен да пусть там чуть-чуть займет но просто я бы сейчас видосик его почилил да посмотрел бы все знают а у меня а меня не будет секса да получается ну что-то будет но не секс что-то будет надеюсь там отсос никому не придется делать в этой игре так я сохраняюсь короче ребят слушайте но на самом деле у меня довольно нормальная концовка я считаю то есть мне чел сказал что в лагере происходит что-то не так и я теперь уже разобрался и буду сейчас я бы вот с лагеря в реальную жизнь а не фантастическую с девочками вот этими вот так сейчас я выйду самое худшее да не худшие ребята вы зря так пишите нет я это неправда считаю даже такая концовка может быть хорошей да да ребят хэппи-энд любом случае блин я устал читать тут очень много у меня семён сегодня роза и разбазарился что-то вообще дохера вообще прям базарил очень много так все нас я тогда вебку убираю спасибо тебе большое ребят ссылочка на инстаграм насти в чате я тоже буду стримить вот скоро будет стримить пригласим насти нас кам-шоу так сказать покажем что такое твич за скамим немножко мне показаться сказал кам-шоу не кам-шоу у меня еще нету но может быть когда-нибудь сделаю кстати неплохая идея нет скам сам пока только скам-шоу хорошо она спасибо тебе большое пошел видос смотри